Статуя Ленина в бронзе и медаль с изображением памятника Ильичу из знаменитого майсонского фарфора коллекционер из Германии Йоханнес Альтмеппенд передал в фонды Музея-Заповедника Родины Ленина. В лице Иоханнеса Музей-Заповедника Родины Ленина приобрел очень доброго друга, который щедро делится с нами своей коллекцией. И для нас это чрезвычайно важно, и особенно сегодня. Особые слова благодарности мне хотелось бы сказать в адрес Русского дома, в Берлине, и в адрес замечательной нашей организации Россотрудничества. 23-килограммовую бронзовую скульптуру помог перевезти в Ульяновск русский дом в Берлине. Коллекционер выкупил статую больше 10 лет назад у антиквара в Лейпциге. Йоханнес Альтмеппен рассказал, как попала она в магазин. Эта статуя когда-то стояла в кабинете военного коменданта в городе Цосен. Недалеко от Берлина и осталась там после того, как советские военные покинули военную часть. Это всё, что знает Йоханнес Альтмеппен о бывших владельцах скульптуры со слов антиквара. Ленин стоял у меня в квартире и был очень опечален, что он находится среди других статуй Ленина. Тосковал по родине. Пошутил коллекционер, демонстрируя статую. В качестве переводчика коллекционера вновь был его русский друг Александр Карасюк, инженер по образованию, автор серии книг об аварии в Чернобыле, который сопровождал Йоханнеса. Медаль с изображением памятника Ленина из знаменитого майсонского фарфора коллекционерам была приобретена недавно в одном из антикварных магазинов Германии. На обратной стороне медали надпись «Вывезен из города Пушкина, спасен от разрушений, чтобы честовать нашего освободителя». Директор Музея заповедника Родина Ленина Ирина Котова пообещала, что история этой медали обязательно будет восстановлена и станет общим достоянием. В прошлом году Федеральное агентство Россотрудничества наградило Йоханнеса Альтмеппена медалью за дружбу и сотрудничество, за его вклад в международную гуманитарную деятельность, укрепление дружбы между государствами и вклад в популяризацию науки и культуры России. Награду вручил в ноябре 2022 года посол России в Берлине Сергей Нечаев во время Недели русского языка. «Усилия Йоханнеса, связанные с миром, дружбой между народами нашими, его щедрость невероятная, она нашла поддержку и в лице Россотрудничества, потому что удостоверение за номером 001 за дружбу и сотрудничество получил наш добрый друг». Таким образом, Йоханнес Альтмеппен стал первым среди своих соотечественников, кто получил такую награду. Напомним, Йоханнес Альтмеппен с 1969 по 1974 год был советником канцлера Вилли Бранта, а потом работал в руководстве энергетических компаний. Главным своим вкладом в политику считает неполучение ФРГ ядерного оружия и рождение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного в 1987 году между СССР и США.